Здравствуйте! На канале Енисей программа «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям нашего края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня в выпуске. Как убить бессмертную раковую клетку. Движение жизни, как врачи спасают пострадавших в ДТП. Бойцы невидимого фронта, от кого зависит исход болезни. Красноярские ученые разработали новую технологию анализа раковых клеток. Теперь медики могут составить настоящий молекулярный портрет опухоли, который позволяет определить, какие препараты эффективны в лечении, а какие нет. Можно ли убить бессмертную раковую клетку? Об этом в следующем сюжете. Здесь у нас представлен препарат меланомы кожи. Синим цветом светятся у нас клетки. А вот зеленым цветом у нас светятся клетки, которые положительно окрашены на наш исследуемый агент. На этой картинке клетки меланомы. Эта злокачественная опухоль считается самой агрессивной. А главное, у нее невероятная устойчивость ко многим химиотерапевтическим препаратам. Ученые долгое время не могли понять, почему так происходит. В результате пришли к невероятному открытию. Не все клетки злокачественной опухоли в пределах одного новообразования одинаковы. Они делятся по группам и отличаются своей структурой и функциями. У нас есть понятие такое опухолевая гетерогенность. То есть опухоли одних клеток могут содержать определенную мутацию, а другие клетки могут не содержать эту мутацию. И, допустим, мы, когда воздействуем на эти клетки препаратом, который ингибирует непосредственно это вещество, на те клетки, которые содержат мутацию, клетки, которые не содержат мутацию, остаются при этом никак не задействованы. Они могут прекрасно размножаться, дальше расти. И за счет этого опухоль растет, несмотря на то, что пациент получает химиотерапию. Чтобы лечение было эффективным, ученые Красноярского медуниверситета разработали технологию анализа раковых клеток. После того, как врачи онкодиспансера удаляют злокачественную опухоль, маленькие фрагменты ее направляют вот в эту лабораторию. Войти сюда могут лишь единицы. Здесь клетки опухоли помещают в специальный инкубатор с питательной средой. В благоприятных условиях опухоль разрастается, и ученые могут изучать ДНК, работу генома, свойства каждой клетки, а главное протестировать действия лекарств. Бывает так, что один лекарственный препарат помогает элиминировать, уничтожить только часть клеток. При этом оставшаяся другая часть, называют их субклоны или клоны, опухолевые клоны, они могут обладать более высокой еще устойчивостью, и через какое-то время дают начало новому развитию, новому витку развития опухоли. Такую диагностику можно проводить практически для всех новообразований. Этот проект получил поддержку Красноярского краевого фонда поддержки науки. Уже через год технологии анализа раковых клеток будут применять в краевом онкодиспансере. Ну а пока ученые пытаются понять, как различные подтипы опухолевых клеток реагируют на те или иные лекарства. Врачи краевой больницы изменили подход к реабилитации тяжелых пациентов. Теперь те, кто после травм начинал ходить лишь через полгода, делают первые шаги уже спустя два месяца. Подтверждает это герой нашего следующего сюжета. Молодая девушка за несколько месяцев смогла восстановиться после страшного ДТП. Об этом в следующем сюжете. Кадры этой страшной аварии сняли очевидцы. На 20-м километре трассы Красноярск-Железногорск пьяный водитель на большой скорости выехал на встречную полосу. Избежать лобового столкновения было практически невозможно. Виновник этой аварии, водитель Тойоты, погиб на месте. Пострадавших с тяжелейшими травмами доставили в краевую клиническую больницу. При подобных травмах еще совсем недавно такие пациенты вынуждены были находиться в принудительном положении на лечении до полутора лет. В настоящий момент эта пациентка уже ходит, в чем вы скоро убедитесь сами. Среди пострадавших была 18-летняя девушка. Полина ехала на пассажирском сидении той машины, в которую врезался пьяный водитель. Множественные переломы, тугая травма живота, разрыв кишечника, смещение тазового кольца. Еще несколько лет назад при подобных травмах пациенты были обречены на инвалидность. Но врачам не только удалось спасти молодую пациентку, но и поставить ее на ноги. После той страшной аварии эти шаги девушка делает впервые. Каждый день я делаю упражнения, и с каждым днем я чувствую, что оно действительно лучше становится. Потому что первый раз, когда я встала, у меня ноги вообще не держали. Просто тут все тяжелое, все сразу вниз тянет. Ну, с непривычки, естественно. Просто уже организм забыл, каково это стоять, ходить и так далее. Достичь такого результата помогли физические упражнения. Врачи краевой больницы решили изменить подход к реабилитации. Несмотря на то, что впереди еще несколько сложнейших операций, с тяжелыми пациентами начинают заниматься практически с первых дней поступления в больницу. Врач лечебной физкультуры вместе с оперирующим хирургом разрабатывает комплекс упражнений для каждого пациента отдельно. Активной работы в плане лечебной физкультуры с пациентом раньше не велось. Это старый был подход к восстановительному лечению. Лечение восстановительное начиналось уже после того, когда работа хирурга закончена. Сейчас подход изменился, и реабилитация начинается с момента стабилизации состояния пациента после травмы. Теперь врач ЛФК начинает работать с пациентом еще в реанимации. Комплекс упражнений делают до операции и после хирургического вмешательства. Это помогает избежать многих осложнений, говорят врачи. Ведь при длительной неподвижности у человека меняется обмен веществ, а вместе с ним затягивается и процесс выздоровления. Пока такой подход к реабилитации применяется только в краевой больнице. Но врачи уверены, через некоторое время и другие медицинские учреждения начнут введрять лечебную физкультуру с первых дней поступления пациента. Бойцы невидимого фронта. Так в шутку называют себя сотрудники отделения анестезиологии и реанимации. Зачастую именно от них зависит исход болезни. С одним из таких специалистов сегодня познакомим вас в рубрике «Профессионалы». Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Викторович, как ваши дела? Очень даже хорошо. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Прошел наркоз? Наркоз прошел, на удивление, хорошо. Жалобы какие-то есть? Уже жалоб нету. Даже вот уже встал. А всего-то 8 часов после операции. Ну, хорошо. Вы здоровы, Мэдди. Житель Красноярска Виктор Викторович благодарит медицинскую сестру. Именно она поддержала его перед сложной операцией. Не дала опустить руки и заставила бороться за жизнь. Из-за несчастного случая мужчина оказался в больнице скорой медицинской помощи. И без моральной поддержки, признается пациент, было бы совсем непросто. Конечно, очень важно. Медсестры работают больше всего с пациентами, чем врачи. Поэтому внимание медсестер очень большое имеет значение в выздоровлении пациентов. Бойцы невидимого фронта. Именно так старшая медсестра Марина Варчак в шутку называет себя и тех, кто работает в отделении анестезиологии и реанимации. Именно здесь круглосуточно 7 дней в неделю, 365 дней в году оказывают экстренную и неотложную помощь жителям нашего края. Мы же бойцы невидимого фронта. Когда больного только привезли, мы опросили его и вводим в состояние наркоза, и больной уже спит. И когда просыпаются, он же не всегда даже нас помнит. Практически они знают, что хирург оперировал, он работал, а мы так на заднем плане. В больнице скорой медицинской помощи Марина Александровна работает уже 25 лет. 9 из них в отделении анестезиологии и реанимации. Снабдить все операционные медикаментами, проверить исправность оборудования, поддержать пациента в трудной ситуации, помочь врачу. Все это обязанности старшей медицинской сестры. Не даром есть заповедь одна из анестезиологов. Учи медсестру, слушай медсестру, чем больше она знает и умеет, тем ты умнее. Поэтому про Марина Александровна что могу сказать? Это настоящий профессионал, это хозяйка нашего отделения. Она не только знает, что у нас есть, где у нас есть, как у нас есть. Она знает, что сделать, чтобы все было. Марина Александровна вспоминает, как изменилась медицина. Еще 25 лет назад, когда только начинала работать, все инструменты были многоразовые. Шприцы, капельницы и многое другое приходилось кипятить. Сейчас же все изменилось. Все инструменты одноразовые, а главное, появилось много новых изобретений. Среди них аппарат аутореинфузии. Он очищает кровь пациента, помогая избежать переливания донорской. Через этот аппарат отмываются эритроциты и обратно можно капать больному его же собственную кровь. Это очень уникальный такой аппарат, потому что, учитывая особенности работы нашей больницы, оказание экстренной медицинской помощи, эти аппараты очень нужны. Каждый день вот на этом операционном столе оказываются люди, с которыми произошел несчастный случай, нелепое стечение обстоятельств, ошибка, цена которой может оказаться самая ценная – жизнь. Знаете, это, конечно, трагично до слез даже персоналу. Это такие тяжелые случаи. То есть долго боролись за жизнь? Да. Причем, когда хорошие, видно, люди, и вот такие вот нелепые, можно сказать, ситуации, очень тяжело переживаются персонала. Конечно, это все проходит через каждого из нас. Чтобы справиться с негативом, со всей тяжестью, Марина Александровна выработала правило – то, что было на работе, оставлять только там, не переносить домой. В нашей работе очень важна поддержка домашних и близких, их любовь. Какие бы ни были невзгоды на работе, всегда прийти домой, в домашний очаг, чтобы вас поддержали и любили. У меня уже взрослая дочь, поэтому мы стараемся по возможности проводить время вместе. А вообще, как бы всем бы я пожелала, будьте доброжелательны, улыбайтесь и всем здоровья. Самое важное – поддержите своих родителей, ведь они у нас самые ценные. Хорошего всем дня. С наступающим Новым Годом! Скажите слова благодарности врачу, который помог вам или вашим близким. Звоните в нашу редакцию по телефону 233-04-03. Далее рубрика «Мидинфо» о значимых событиях в сфере здравоохранения края расскажем прямо сейчас. Перинатальному центру Красноярского краевого клинического центра охрана материнства и детства 5 лет. За это время здесь родилось более 16 тысяч малышей. Из них 836 двойняшек и 23 тройни. Учреждения добились значительных успехов в выхаживании глубоко недоношенных. Самый маленький ребенок, которого врачам удалось спасти при рождении, весил 490 граммов. Девочка появилась на свет на 27-й неделе беременности. В центре активно внедряют новые технологии. С их помощью врачи спасают малышей с врожденными пороками. Мы фактически втрое снизили материнскую смертность в крае с запуском перинатального центра. И вдвое снизили, больше чем вдвое снизили, младенческую смертность. В краевой клинической больнице начали использовать новое оборудование. Аппараты стоимостью более 10 миллионов рублей подарил известный бизнесмен и меценат Хазрес Авмен. С помощью этих аппаратов врачи смогут лечить тяжелые ожоги, гнойные раны и такое опасное заболевание, как остеомиелит. Это гнойная инфекция, поражающая костную ткань. Человеку, который хоть раз сталкивался с хирургией, с необходимостью обработки каких-то ран, четко понятно, что каждая обработка – это боль, это страдания, это какие-то неудобства. И вот это оборудование в наилучшем образом решает проблему ускорения заживления ран. На этом у меня все. С вами была Екатерина Самохвалова. Желаю крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю.